А в Чечне что не так? В Чечне нет политических заключенных. В Чечне политические трупы есть. Там за инакомыслие они просто в тюрьму сажают, там убивают. Как чеченцам объяснить Муратову, доказать Муратову, что мы Кадырова не выбирали, и Путина не выбирали, и Россию не выбирали, российские паспорта не выбирали. Вот как нам это объяснить Муратову? Я вернусь, как только у меня будет такая возможность. Что является возможностью? Это очень такие субъективные вещи, и в большинстве они зависят от контекста, поэтому... Саламу алейкум, ну все, у нас был такой брат по прозвищу Леча Борода. Ты знал его? Что ты рассказал бы про него? Алейкум ассаляму ахабракату. Да, я даже лично его знал, ну как лично я-то пацан, но я имею в виду, вот я даже его видел, и какие-то, как к ребенку там какие-то вещи он мне даже говорил. Ну типа, ой, там, пошутить с ребенком, да? Леча Исламу, леча Борода. Он, кстати, стал жертвой такого эксперимента перед тем, как убить Литвиненко с помощью полонии. Они испытали его сначала на лече, на лече. Перед тем, как его этапировать, а он вообще попал в плен, если кто не знает, он во время второй Российско-Чеченской войны, он попал в плен, и его должны были этапировать. Этапировать, не помню сейчас откуда, куда именно, но этап, вот этот вот маршрут этого поезда проходил через Волгоград или Волгоградскую область. И вот перед тем, как его этапировать, значит, его пригласили, пригласил этот начальник колонии, угостил его чаем, леча выпил у него чай, и сразу, значит, отправился в этап. И когда они достигли Волгограда, ему было уже очень плохо, его, значит, в Волгограде госпитализировали в больницу. Вы понимаете, чтобы зэка госпитализировали, то есть прерывали этот его этап, поэтому ему должно быть очень плохо, то есть там должна быть угроза реальной смерти. И вот, соответственно, он был в таком состоянии. Его госпитализировали, и в больнице в Волгограде он, вот все то, что было с Литвиненко, все волосы упали, то есть явные все признаки отравления радиацией были у лечи. И он умирает, и, видимо, они ставят для себя галочку, типа, успешно испытали, и после этого они убивают таким образом Литвиненко. Что скажешь про слова Муратова, что русских бегущих от войны надо занести в Красную книгу? Я уже прокомментировал эти его слова у себя в Телеграм-канале. Кстати, вот в прошлой эфирму, прерванной, я там как раз собирался об этом говорить, но не успел. Дмитрий Муратов, он сейчас оказался в ситуации, когда его буквально там несколько месяцев до начала крупномасштабного вторжения в Украину, он сказал тогда про чеченцев, что, дескать, они выбрали Кадырова, и поэтому это теперь их проблема. Спасать их от Кадырова, это так себе занятие. И вот сейчас он оказался в ситуации, когда он теперь, стоя в Брюсселе, говорил о том, что русских, ну, россиян нужно спасать. Потому что нас, вот мы, видите ли, упрекают, почему, значит, не говорят, почему не выступают. А где выступать, а где говорить, а где митинги запрещены? Вы понимаете, это вот ровно все то, что он говорил нам, теперь это все работает против него. Я надеюсь, он это понял сам. Точно так же, как он сегодня обращается к европейцам, говоря, а где протестовать? Митинги запрещены, вот у нас, значит, политические заключенные, сколько-то там, назвал он цифру, несколько сотен, по-моему, или десятков, или сотен в тюрьмах. А в Чечне, что не так? В Чечне нет политических заключенных. В Чечне политические трупы есть. Там за инакомыслие они просто в тюрьму сажают, а там убивают. Поэтому, а где, как чеченцам объяснить Муратову, доказать Муратову, что мы Кадырова не выбирали, и Путина не выбирали, и Россию не выбирали, и российские паспорта не выбирали. Вот как нам это объяснить Муратову? Если вот он не верит, он говорит, вы сами, говорит, его выбрали. Также и европейский чиновник говорит, вы сами Путина выбрали, вы не протестуете, значит, вы довольны. Ну, решайте свои проблемы. Ведь это то, что говорит нам Муратов. Вот как нам, точно так же, как Муратов спрашивает у европейцев, как, где нам протестовать, как нам объяснить, что мы не согласны с тем, что делает сегодня Путин в Украине. Точно так же, как нам объяснить Муратову, что мы не рады тому, что у нас сегодня российские паспорта. Вот я это говорю, но Муратову это, видимо, недостаточно. Он считает, что там люди молчат в Чечне, значит, они довольны. Но точно так же и европейцы считают, что люди в России молчат, значит, они довольны. Им тоже не хватает, что Муратов один выступает, там еще кто-то из российских каких-то официальных лиц, ну, общественных деятелей выступает против. Им тоже недостаточно. Понимаете, как? Это прям, как будто бы, знаете, ролики бывают из вот этой вот формата, мгновенная карма называется. Что-то человек сделал и тут же за это понес ответственность. Вот это очень похожая ситуация, потому что вот буквально до начала этих событий Муратов говорит про нас, начинается событие, и склейка Муратов уже выступает в Брюсселе и говорит, что а как нам показать, что мы против, если митинги запрещены. Тумсо, ты с пониманием относишься к ненависти украинцев ко всему русскому, а ты сам когда-нибудь испытывал ненависть ко всем русским во время войны в Чечне, например, только честно? Ну, наверное, да, Смирнов. Я, конечно, сейчас не могу это точно тебе прям вспомнить, там что-то описать, но я полагаю, что да, такие моменты, когда ты там хоронишь своих близких, тут ты просто всё делишь на чёрное-белое. У тебя не бывает вот этого, у тебя времени даже не бывает, ни времени, ни желания на то, чтобы сейчас разбираться там, что здесь есть и хорошие, и плохие. Тебя не до этого, ты просто сразу же делишь мир на чёрное и белое. Но это больше эмоциональное состояние, это не какая-то там, это не то, что ты вот сел, поразмыслил и решил, всё, все русские, все вот твари. Ну нет, это не так, ты делаешь это на эмоциях. А когда ты уже начинаешь рассуждать, ты, конечно, там понимаешь, что нельзя просто так взять и разделить на два цвета. Потому что скажите, пожалуйста, если в России и республиках бывшего СССР возникнет новая правящая система, идеология, поменяется власть везде, которая даст возможность вернуться таким, как вы, вы вернётесь. Я вернусь, как только у меня будет такая возможность. Что является возможностью, это очень такие субъективные вещи, и в большинстве они зависят от контекста, поэтому я не могу сказать, сейчас тут сценарий такой обрисовать. Конечно, идеальный могу сценарий обрисовать, но реальная ситуация, скорее всего, будет иной. Поэтому желание вернуться домой, оно имеется, и как только будет возможность воплотить это желание в жизни, я его, иншаллах, конечно же, воплощу. Ты брал интервью Абу Амара Зазелинского, поддерживаешь с ним связь, думаю, было бы актуально повторить. Интервью, да, у нас было, но связи у нас нет, связи нет, но Абу Амара Зазелинский ведёт свою деятельность, я натыкаюсь на его ролики. Поэтому при необходимости, я думаю, найти контакт, сделать интервью не проблема.